Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале! Сегодня я снимаю ролик наподобие моего контента где-то 4 года назад, когда я только-только начала снимать ролики на YouTube. Я очень часто снимала всякие распаковки ежедневников, какие книжки я люблю читать, сегодня оформляем мы с вами страничку в личном дневнике. Очень много было роликов на подобную тематику, и сегодня я собралась вам показывать свой личный дневник, который я вела около 3 или 4 лет назад. Даже, может быть, и раньше точно не могу сказать, прочитая вам сегодня всякие личные разворотики, секретики, которые я записывала в этот дневник, и расскажу вам информацию, которую я писала туда о себе, и, может быть, многое изменилось. Это решать вам. Если вам понравится этот ролик, то обязательно напишите об этом ниже в комментариях. Я буду снимать такие видосы чаще, потому что у меня есть еще один личный дневник или смешбук, который я вела уже не записывая туда какие-то личные секреты, а просто делая развороты, вклеивала туда разные фантики, конфетки, конвертики, прятала что-то, может быть. Я знаю, что многие мои зрители подписаны на мой канал с того времени, когда я вела все эти личные дневники, и вам будет интересно сейчас посмотреть это видео. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что, не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и тоже ничего не пропускать. Также у меня есть инстаграм, если вы не знали, туда я выкладываю очень много новой информации, делюсь с вами новостями, фотографиями. Сейчас у меня будут выходить новогодние фотки. Я знаю, как вы у меня любите всякие праздничные фотографии, поэтому подписывайтесь, ник вы сейчас видите на своих экранах. Ну а я хочу пожелать вам приятного просмотра. Давайте наберем под этим роликом 100 тысяч лайков. Я знаю, что вы у меня очень активные и способные ребята, поэтому сразу же ставьте лайк под этим роликом, а мы можем начинать. Не будем медлить, поехали! Ну что ж, начнем, пожалуй, с самой первой страницы. Я немножечко вот так отсяду на стуле, чтобы вот сюда прикреплять всякие фотографии из личного дневника, а не тыкать вам вот так, чтобы, короче, вам было удобнее смотреть. Сразу говорю, что личный дневник у меня немножечко разваливается, обложку я сразу отложу в сторону, потому что мне будет неудобно держать. Да, дневник очень тяжелый, он уже развалился давным-давно, поэтому обложечку я уберу. Начнем, пожалуй, с информации обо мне. Мой любимый цвет синий, сейчас у меня любимый цвет черный. Число 48, 15, 8, 16. Сейчас я не могу сказать, что у меня есть какое-то мое любимое число, но так или иначе, тогда я просто рандомила и написала эти числа, которые мне залезли в голову на тот момент. Сочетание белый и синий, сейчас у меня любимое сочетание кремовый и черный, вот наподобие такой водолазочки и черные штаны, я их очень часто ношу, причем бывало даже такое, что я каждый месяц покупала просто идентичные черные штаны, потому что я обожаю носить что-то такое, и очень редко вы меня можете увидеть в платьях, в юбках, не знаю почему, но мне как-то не очень комфортно в этой одежде. Ну ладно, упустим эту тему, знак зодиака рыбы, мультфильмы гадкий я, кино привидение, музыка я тебя не отдам, такую песню я, к сожалению, даже не знаю, я уже не забыла, если вы знаете, что это за песня, напишите ниже в комментариях. Любимое имя Кристина, да, тогда я просто обожала имя Кристина, и я очень хотела, чтобы меня звали не Карина, а Кристина, я не знаю почему, но я просто фанатела на то время по этому имени. Хобби, шутить, шутить я не умею по сей день, это может подтвердить Андрей прямо сейчас. Но иногда проскакивают. Шутки? Смешные, я иногда так хорусь тебя. Но мне кажется, что шутить я совершенно не умею, и не умела на тот момент. Любимая книга Питер Пен, не помню вообще, чтобы я ее читала, вид спорта коньки, на коньках я кататься очень херово, но умею. И любимый напиток, коктейль, какой коктейли, к сожалению, не уточнила. И тут есть конвертик, не заглядывать нельзя, предупреждаю, не смей, в этом конвертике ничего не лежит, уже потерялась, но по-моему, если мне не изменяет память, там раньше была записочка, типа, ты попался на уловку, огромный молодец, типа, беги от моего личного дневника, лучше его не читать, что-то такое. Следующая страница, тут просто какие-то наклейки, я это вам покажу, вот так вот, без фотографии, монстер хай, всякие сердечки и так далее, это не очень интересно, это тоже пролиснул, потому что, может быть, покажу вам во второй части какие-нибудь такие моменты. Смешной стих. Я как-то подозменила этот стих, который мы проходили на литературе в начальной школе. Была у меня сестра, сидела на окострапнула ее ногой, упала на вагоне. Крутые стихи. Капитан Джонатан переплыл океан, обосрался в пути, не мог дорогу найти, знаете? Читая вот эти стихотворения, что я вам могу сказать? Я как была, немножечко тронутая на голову, такой и осталась. Ничего, в принципе, не меняется, окей. Дальше идут смешные моменты. Вот такая вот страничка, и у меня на то время и сейчас есть лучшая подруга. Кстати, в этом личном дневнике, чтобы вы досмотрели этот ролик до конца, присутствует договор нашей дружбы, который мы с ней написали в начальной школе. Я вам его обязательно покажу. Стоим мы с Ариной на детской площадке, мимо нас проходит бомж и говорит, не курите, маленький еще. Мы тогда держали какую-то кисточку, которую нашли на улице, и мимо нас тогда прошел какой-то алкаш и говорит, не курите. Вот этот момент я реально запомнила, как будто он был вчера. И вторая история, когда я была во втором классе, там в последний день давали торт, он мне не понравился, и я его кинула в стену. Знаете, тогда я считала, что это очень смешно, и сейчас я понимаю, что это какой-то бред, но перечитывать это становится все смешнее и смешнее. Обожала тогда читать журнал девчат, видите, тут всякие вырезки, наклейки, все очень такое крутое. И я обожаю свои всякие вот эти личные дневники читать, потому что это очень интересно. Напишите ниже в комментариях, есть ли у вас личный дневник, мне будет очень интересно прочитать. Также есть вот такая вот страничка, которую я вам сейчас быстренько покажу. Тут написано «Секрет». Разворачивая этот конвертик с секретиком, тут написано «Потому что гладиолус». Офигенный секрет, очень интересный. Я, кстати, тогда любила смотреть «Уральские пельмени», там всякий юмор наподобие КВНа, и оттуда я взяла вот эту вот фишку. Дальше мое имя в конвертиках, какие-то типа ворота открывающиеся, и там нарисованный смайлик. Блин, это очень прикольно все это пересчитывать. Дальше я проявляла свои художественные навыки, нарисовала воображение, любовь, голод, ссора, любовь, смех, учеба и бег. Посмотрите, как я рисовала, так я и рисую по сей день, ребят. Чтобы вы знали, мне 16 лет, и нихера не изменились мои навыки в рисовании. Я рисую точно так же, как и рисовала на то время, да. Ну и, естественно, мы с вами дошли до договора о дружбе с моей лучшей подругой Ариной. Вот так вот он выглядит. Для того, чтобы прочитать этот договор, его нужно вот так вот развернуть. Фотографию этого договора я вам сейчас прикреплю, чтобы вы могли точно так же почитать вместе со мной. Клянусь не бросать мою подружку в беде, не обижать ее, ходить вместе, разговаривать по одному часу по телефону. Обязательная информация именно по одному часу, ни больше, ни меньше. Отметь по пятибалльной шкале нашу дружбу. Карина отметила, то есть я. Поставила 5, и Арина 5 с минусом. Охеренно. Дальше. Нарисуй рисунок нас с тобой. Мы нарисовали какие-то рисунки, да, опять же, вы можете увидеть мои навыки в рисовании. Моя подруга хоть как-то покрасивее могла это сделать. Эти качели, кстати, которые Арина нарисовала, они у меня были на даче, когда мы еще там жили. Очень прикольно. Мы с тобой лучшие друзья, я клянусь дружить с моей подружкой и любить ее тоже как подружку. Теперь твоя подпись, типа, что с этим всем мы согласны. Моя подпись ни хера не изменилась, она по сей день такая же бесячая, потому что мне было лень. И до сих пор лень придумать себе адекватную подпись. А вот у Арины еще в начальной школе была очень крутая подпись. Так прикольно это все перечитывать. Я рада, что наш договор о дружбе сохранился. У моей подруги он тоже лежит дома. Мы сделали два дубликата. Точно такой же еще тоже лично написали. Это очень круто. Дальше идет вот такой вот конвертик, куда я запихнула, по-моему, 10 рублей. Я не знаю, как надолго сохранится мой вот этот личный дневник, но я надеялась, что вот эти деньги я сейчас запечатаю степлером. И через несколько лет, когда эти десятчики уже пропадут, я их открою и получу кучу денег, сдав этот десятчик куда-нибудь. Ладно, пусть он там лежит, не буду его открывать. Удачи ему пожелаю. Следующая страница. Книжечка из айфона пятого. Посмотрите, как это все прикольно выглядело. И я думаю, что вы и так поняли, что мне на то время было реально нечем заняться. Прикольно. В этой книжке написано. Мы с Ариной лучшие подружки навсегда. Мы с ней знакомы со второго класса. Годовщина нашего знакомства 5 сентября 2012 года. Капец. Мы с Ариной лучшие друзья всех подружек. Да-да-да. Я такой бред писала, ребят. Вы просто не представляете. Посмотрите на вот эту сторону. Потому что прикреплять все фотографии я просто не успею. И следующую страничку этого айфона. Кстати, многие не видели мой почерк. Можете увидеть, как я писала на то время. И как я, в принципе, пишу сейчас, почерк стал таким херовым, ребят. Вы просто не представляете. Я уже забыла даже, как пишутся прописные буквы, реально. Дальше какие-то конверты. Типа, мыло. Купайся, радуйся жизни. Типа, я делала вырезки из журнала. И тут реально из конвертика можно достать всякие шампуни, всякие гели для бритья. Да, господи, это так все прикольно. Диета номер один. Как сидеть на диете и похудеть на 20 килограмм. Именно на 20. Не на 15, не на 10. Вот именно на 20. Узнайте у меня и загляните в конверт. Заглядываем в этот конвертик. И тут всякие фишечки для похудения. Например, доказано, когда люди едят вместе, они склонны заказывать похожие блюда, чтобы не отрываться от коллектива. Другими словами, если ваши друзья заказали себе по пицце, вы с большой вероятностью сделаете то же самое. Это факт. Это факт. Факт? Я клянусь, что факт. Вспомни, ты ела пасту, я что заказал? Тоже пасту? Да. Ну, естественно. Когда ем пиццу, ты тоже заказываешь что? Пиццу. И с роллами тоже самое. Это факт. Реально. А ты знала этого сколько лет? Пять лет назад. Следующая история от меня. 8 мая 2014 года. Вчера я поняла, что от родителей секреты прятать нельзя. Они все сразу поймут, разузнают, позвонят и разгадают. Вот такие родители. С этим фактом я реально согласна, потому что родители от них лучше ничего не скрывать. Они так все знают, они все поймут. И лучше ничего не скрывать, короче говоря. Вот. Магазин вещей. Зайди в него и выбери товарчик. Вот такой вот прекраснейший небольшой конвертик. Давайте вместе с вами в него заглянем. Тут лежат всякие вырезки наподобие купальник, часы, что тут еще есть. И еще одни часы, которые упали, какой-то комбинезон, еще какой-то лифчик. Очень много всего интересного. И, блин, это реально круто изучать, смотреть, чем я занималась 5 лет назад. Очень круто. Следующая страница это моя фотография, сделанная 5 лет назад. Ее не видел никто из моих зрителей. Я уверена, ни ты, ни ты, никто не видел эту фотографию. И, кстати, да. Вот так вот я выглядела в начальной школе 5 лет назад. Такая улыбчивая, красивая. Меня, если честно, тогда считали в классе самой красивой девочкой. Я не знаю почему. Реально не знаю почему. Но все мальчики тогда за мной просто бегали. Кроме одного, о котором мы, кстати, чуть-чуть попозже с вами поговорим. И тут я сделала вот такую вот вставочку, типа закрыла свое лицо какой-то бабой тоже из вырезки из журнала. Посмотрите, что за бред. Чем я тогда занималась? Объясните мне, пожалуйста. Следующая страница посвящена этому мальчику. Выглядит она вот так. Также вот тут вы можете видеть сейчас фотографию. Тогда я влюбилась в мальчика, который был якобы бабником на тот момент. И типа он бегал за всеми девочками. Я внедрила себе, что я в него влюбилась и написала огромную страницу про него. Давайте же вместе сейчас ее прочитаем. Он иногда бывает злой, но мне это даже нравится. Он красивый. Это не важно. Я влюбилась с него с первого взгляда. И мне насрать, есть у него кто-то или нет. Важно, что он со мной. Слитно. Он бабник, но я его очень люблю. Он просто гад. Он бросил меня. И мне очень жаль. Блядь. Мне нравится только он. И больше не кто. Он многоточие, многоточие, многоточие. Видимо, там я хотела написать какое-то матерное слово. Но я его все равно очень люблю в кавычках. Он мой и больше не чей. Раздельно. Я не знаю, что мне делать. Люди, если вы это читаете, надеюсь, вы не подумаете, что я должна его бросать. Я не могу. Я когда вижу его, я не знаю, как себя вести перед ним. Он очень красивый. Мне плохо, когда кто-то говорит, что я ему не нужна. Это не так. Ребята, я не знаю, как это комментировать. Мне очень стыдно. Можете реально это заскрини и убедиться в очередной раз в том, что я реально это писала на полном серьезе. Это какой-то трэш. Господи, боже мой. Следующая страничка. Я на то время окрасила ногти лаками. И тут я их перенесла на листочек. Все цветолаков, которые у меня были на то время. Блин, это очень прикольно. Можете посмотреть вблизи, как это все выглядит. Также какие-то карточки с одежды, которые я вырезала после их покупок. Очень прикольно. Дальше идет вот такая вот штучка-дрючка. Называется большой конверт. Загляни в него. Внутри целая страница. Ну что ж, ребят, вам интересно, что внутри? Давайте же посмотрим. Целая страница. Открываем. И внутри фигушки. Интересная, да, страница? Очень информативная. Тогда уже под конец личного дневника я начала забивать огромный жирный болт на его введение. Поэтому я начала делать все на отвали. Вот такая вот прекрасная страничка, вырванная из тетради, со словами фигушки. Ну ладно, уж так-то так. Пусть так будет. Следующая страница, которую я хочу вам прочитать. Я скоро перейду в пятый класс. Есть одно но. Примут ли они меня? Или будут обижать, чморить и так далее? Я очень волнуюсь, ведь осталась неделя до окончания четвертого класса. И дальше переписка с мальчиком. Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала в последний день? Он пишет. Нет, я такая. Ну ты и наглый. Он такой. Ну есть немного. Короче, я не хочу это все дальше. Читать, иначе ролик будет просто на полгода. Кстати, на то время мы сидели вместе. Мы были соседями по партии, чтобы учительница не рала, что мы кричим или разговариваем. На уроках мы вот так вот переписывались. Я написала, передаю ему листочек. Он написал и передает мне. Это просто трэш. Это такая ностальгия, ребят. Вы просто не представляете. Окей, читаем дальше. Это ты. Смотрите, это картинка с ёкшерским терьером. Я тогда была точно настроена, и я знала, какую собаку я себе хочу. И мечтала на протяжении нескольких лет. И просила у Деда Мороза, у родителей, чтобы мне подарили собаку. Господи. И именно ёкшерского терьера и моя мечта сбылась. Сейчас я вам покажу, кстати, свою собачку. Мила, ребята, сейчас не в настроении показываться. Я её вытащила из домика, но всё-таки вот так вот выглядит мой пёсик. Её зовут Мила, ей 4 годика, и там мама что-то кушает. Она решила на кухне немного потусоваться, поэтому она сейчас вырывается. Дальше я прикрепила в личный дневник свою самую первую пятёрку по английскому языку, которую я по сей день знаю херово. И, честно говоря, это всё я просто списала. Да, с телефона. Тут в проске какие-то тестики, задания можете посмотреть. Какие-то крутые части, тесты. И тут мне поставили пятёрку. Сейчас я вам покажу. Вот она, моя первая пятёрка по английскому языку. Ну и последнюю историю, которую я вам прочитаю, а потом кое о чём с вами поговорю. Это 5 мая 2014 года. Сегодня я обиделась на мою родную сестру Полину за то, что она не понимает, что такое сестра. Сёстры должны делать всё вместе. А она жадничает. И я жду её извинения за то, что она просто извинится. Мне недостаточно. Она должна сказать, за что я её должна простить. И если я ещё раз от неё увижу или услышу что-то обидное, то я её никогда в жизни не прощу. Вот так вот я хочу закончить сегодняшний обзор личного дневника. Это ещё не всё. Почему? Потому что как только наберётся под этим роликом 100 тысяч лайков, я тут же выпускаю вторую часть, где показываю вам и рассказываю все эти истории, вложения, всё то, что я делала в личном дневнике. Это только начало. А тут ещё есть вот такой вот журнальчик, который я вам попозже покажу. В конце огромный конверт, рисунки. Это пока будет небольшой секрет. Субтитры сделал DimaTorzok Я с вами прощаюсь. Огромное вам спасибо. С вами была Карина. Всем пока-пока. До скорых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok